Наш сосед Китай является одной из самых динамично развивающихся стран. Нет такой области в экономике, где Китай не стремился бы занять прочные позиции. Особняком в этом ряду стоит энергетика. Лидеры Китая уже неоднократно заявляли, что намерены перевести всю бытовую энергетику на альтернативные источники. Как это происходит в реальности? За примерами не надо ходить далеко. Город Урумчи, административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, представляет интерес для российских туристов пока лишь как крупный торговый центр. Хотя этот 250-летний город является хранителем не только китайских, но и среднеазиатских традиций. И это еще не все. Ожидается, что в скором времени Урумчи и Китай в целом станут крупными мировыми центрами альтернативной энергетики. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая является одним из самых перспективных с точки зрения развития ветроэнергетики. Это давно поняли власти Поднебесной и активно используют этот потенциал. Уже сейчас в Синьцзяне действует несколько ветровых энергоблоков, общая мощность которых достигает более 3 миллионов киловатт. Половину из них, полтора миллиона киловатт, вырабатывает этот гигант – ветроэлектростанция Дабанчен. Это самая большая ветрогенерирующая станция в Китае, а по некоторым подсчетам и в Азии. Кроме того, она одна из самых старых. Ее построили еще в 1989 году, когда мало кто задумывался об экологически чистой энергии. Станция расположена к юго-востоку от Урумчи, в широкой долине. Ветер здесь не сильный, но постоянный, с переменными направлениями – юго-восточный летом и северо-западный зимой. В 2015 году мощность ветростанции Дабанчен была существенно увеличена, запущена ее вторая очередь. Известно, что для жителей России ветряк, стоящий в открытом поле – это экзотика, а для Китая – реальность. Уже в 2010 году Синьцян присоединился к государственной электросети и начал поставлять электроэнергию в другие регионы Китая. Это неотъемлемая часть энергетической системы страны. А кроме того, важный туристический объект. И действительно, здесь есть чем гордиться и есть на что посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok